Диалог Ирина Викторовна Довгала Начальник Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облсполкома Получила высшее образование на филологическом и юридическом факультетах Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Закончила Академию управления при президенте Республики Беларусь Начало трудовой биографии Ирины Довгала в конце 80-х, начале 90-х годов связано с работой с молодежью в пионерской и комсомольской организациях, комиссии по делам несовершеннолетних В 2003 году она возглавила отдел по делам молодежи Гомельского горосполкома Начиная с 2004 года, 6 лет проработала в администрации Новобелецкого района Гомеля В 2010 году стала заместителем, а через год начальником главного управления идеологической работы Гомельского облсполкома В 2013 году его объединили с управлением культуры, отделом по делам молодежи и отделом по делам религий и национальности На вопросы, которые касаются культурной жизни региона, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45 Здравствуйте, Ирина Викторовна, рада видеть вас у нас в гостях Добрый вечер Ирина Викторовна, я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом Скажите, пожалуйста, вы загадываете желание под бой курантов? Обязательно, всегда Вы знаете, это не зависит ни от возраста, ни от года Всегда Наступает Новый год И реально, когда на экране заканчивается президентское поздравление И начинается бой, да, часов Независимо ни от чего Конечно, загадывается желание Конечно, всегда Как вы любите встречать Новый год? В кругу семьи? Или в городе? Вы знаете, я абсолютно традиционно для этого И я очень такой семейный человек, несмотря на то, что всегда занята Но я очень чту и берегу семейные традиции Конечно, с семьей А то, чего вы ждали от этого года, от года культуры, осуществилось? Вы знаете, я, наверное, бы сказала, что не только осуществилось, но даже больше Что значит больше? А вот вы знаете, потому что есть так называемые плановые вот какие-то, да, мероприятия А есть то, что просто как снежный ком шло вот мероприятия, встречи, события и так далее И вот этих встреч и мероприятий и новых людей, новых лиц Вот этого всего было больше И я этому просто немыслимо рада А чем вам запомнился год культуры? Ответы гомельчан на этот вопрос наших корреспондентов Далее в рубрике «Есть мнение» Год культуры как бы прошел очень хорошо Я был на многих мероприятиях в городе Гомеля Вот разные Приезжали артисты Вот театров очень много было Затем в театре было очень много представлений Приезжали очень много известных таких актеров Мне нравятся мероприятия, скажем так, которые проходят на открытом воздухе Вот, скажем, мы с удовольствием посещали на день города Были на фаер-шоу, были мероприятия разные Ну, здесь в Пионерском скверике, в парке Вот, ну, как бы такие мне по нраву, мне нравятся Ничем Может быть, только что Вот я сама из города Рогачева В моем городе проводились праздник, день письменности Вот, может быть, только этим Тем, что я был на голос «Дети Украины» Я был на «Молодые таланты Белоруссии» уже второй раз Конечно, не прошел, но все-таки Я хочу сказать, что в целом наша республика становится культурнее Я бы так сказала Приятно пройти, вот мы в гости вашего города И, конечно, парк впечатлил, я его называла «Маленький Лас-Вегас» Ну, я, например, была в Америке Мы постоянно посещаем, мы в школе работаем Поэтому постоянно с ребятами посещаем Вот сейчас тоже с елки идем, с новогодней В Гомеля ходила в театр Ходила на дворцовый панковый ансамбль со своим сыном Мы высококультурная нация И то, что год культуры Мы должны поставить перед собой задачу Не год культуры, не день культуры А вся жизнь культуры Вся жизнь существования нашей Ну, весь период существует То есть вечная культура Это понятие вечная Она должна быть не годом, а вечным Мы в прямом эфире Говорим сегодня о культурной жизни региона И очень просим вас присоединиться к нашей беседе Ирина Викторовна Что стало для вас главным событием? Может быть, открытием этого года? Я сегодня, наверное, не смогу Вот учитывая то, что уже, в общем-то, завершается год Выделить абсолютно что-то одно Вот только то, что вот абсолютно вот запомнилось Я хочу сказать, что главным И, наверное, абсолютно незабываемым Это то, что новые и новые люди Новые и новые коллективы Совершенно потрясающие Удивительно талантливые И мне кажется, что уже Ну, больше, ну, куда уже Куда еще талантливее Но нет И открываются новые лица И новые звездочки И это замечательно Я считаю, что самое главное открытие Самое главное удивление И самое главное достояние Это наши люди Абсолютно с вами согласна Есть разные значения У понятия культура Замечаете ли вы, что что-то меняется Вот в этом смысле в обществе Стали ли мы более культурными? В жизни Вот затронули просто замечательную тему Вообще, в целом, понятие культура Для каждого Для каждого Оно, наверное, внутри что-то свое обозначает Но, если мы возьмем Чисто юридическую точку зрения Хочу абсолютно, конечно, сказать Что мы первая страна Ну, как минимум На постсоветском пространстве И у нас принят в этом году Кодекс о культуре Он начинает действовать С февраля 2017 года И это не говорит о том Что прямо вот с февраля 2017 года Прямо мы все станем Все прям культурными Но на сегодняшний день Независимо от чего Ребенок рождается в семье Культура семейных ценностей Культура отношений друг к другу Культура отношений между мамой и папой И сразу как между мужчиной и женщиной Культура это мероприятие И я смотрю Даже вот то, что касается мероприятия Обратите внимание Если у нас проходят какие-то концерты Много лет назад И я могу себе уже сегодня это позволить Да, в силу и возраста, и работы И профессиональной деятельности Что можно вот заканчивать мероприятие Народ уже думает Как это быстрее пойти Забрать там пальто в гардеробе Чтобы не стоять там в очереди Сегодня, обратите внимание Ни в цирке Ни на одной концертной площадке Ни в любом дворце Люди не уйдут До тех пор Пока не закроются кулисы И они не завершат Потому что кулисы могут снова открыться Для оваций Для того, чтобы на бис вызвать артистов Но они не уйдут И это тоже штрих К культуре наших людей А наши улицы Вот это чисто так Которую мы приучали Ведь это тоже культура Да, один из индикаторов Это тоже, правильно? Состояние А это опять-таки включает И туристический потенциал И культурный потенциал То есть мы мало-помалу Идем к тому И самое главное Это, конечно, заинтересованность людей Вот это самое важное На мой взгляд Поэтому, конечно, я считаю Что и культурный уровень растет И есть стремление у людей А это далеко Немаловажный фактор Так что... Давайте о событиях Года культуры Тоже поговорим О всех, конечно, не успеем Но о самых, может быть, значимых В Аргачеве прошел Замечательный Всебелорусский праздник День письменности Какую оценку вы поставили? Вы знаете, что Я думаю, что оценку Наверное, все-таки ставят люди Скажу вам одно Что, когда проходили Заседания Оргкомитета Вы знаете, не было равнодушных людей И не было ни одной отрасли Которая бы не готовилась к празднику Реально, на мой взгляд Город не помолодел А город вообще заново родился Потому что широкие улицы Которые... Ну, сегодня далеко не на каждой магистрали Даже в Гомеле, да? У нас есть четырехполосное движение А сегодня районный центр Имеет широкие улицы Проезжие части Совершенно замечательные новые дома А дом книги Боже мой! Ну, это же... Говорят о том, что Вот интерес к книгам Вот уже сегодня исчезает Исчезает там, где нет заинтересованных людей Где нет тех, кто может вовлечь А сегодня дом книги Вы войдете туда А если вы войдете с детьми Вы не захотите оттуда выйти Там каждый сантиметр Это идет... Вот имеет смысловую нагрузку Если это детский блок То он мультипликационный Там, как вот кресла Вот эти пуфики Которые меняют И принимают форму ребенка Да, вот тело Он может туда сесть И тут же мультипликационные Там какие-то фрагменты Которые можно сразу применять Если это висит Электрический щит То на нем Мультипликационно изображен кот У которого там искра из глаз И у ребенка вот И все это с книгами И все это связано Впервые на вот таком празднике И совершенно замечательно Что наши высокие гости Дарили книги И стояла на главной сцене Такая импровизированная Книжная полка Куда самые дорогие книги Для своего сердца Дарили и вице-премьер Республики Беларусь Наталья Ивановна Тогда была вице-премьером И наш губернатор Владимир Андреевич Дворник И наша министра информации Лилия Станиславовна Ананич И другие гости Да, они дарили Самое дорогое Вот эту книгу И эта книга Вот эта полка Заполнилась полностью Вот от А до Я Вот к концу Праздничного Вот этого представления Надеюсь, что книги на полке Не застоятся Ни в коем случае Ирина Викторовна Но влияют ли такие события На литературную составляющую Понятие культура Я думаю, что они не просто влияют Они дают Во-первых Новый импульс Отношений Между писателями Разных стран Учитывая то, что у нас Очень много стран Принимали участие И не только ближнего Но и дальнего зарубежья Во-первых Это колоссальная возможность Писателям встретиться На одной площадке И они любовались Да Вот Не только обновленными улицами Но и творчеством Потому что работали Литературные площадки И опять-таки Видели, что идет Увековечивание памяти Совершенно замечательных писателей Ведь это же был И Макайонок И Короткевич И Науменко То есть Ну это, господи О чем речь Они видели, что это Ничего не наигранного А люди дорожат Именами своих земляков Это очень дорогого стоит Спасибо, Ирина Викторовна У нас есть телефонный звонок на линии Здравствуйте Пожалуйста, ваш вопрос Добрый вечер Скажите, пожалуйста Он известный наш фестиваль Бероиня Сегодня какой статус он имеет Подскажите, пожалуйста Стал ли он международным Фестиваль, который проходит В октябрьском Да, это фестиваль Вы знаете, мне в этом году Спасибо большое Вам просто спасибо Вам огромное за звонок Даже если бы у меня Ольга не спросила Я бы все равно Рассказала об этом фестивале В этом году Почти тысяча человек Принимали участие В этом фестивале Хочу вам сразу сказать Потрясающий совершенно фестиваль Одно название Бероиня Это от слова беречь И вот эти все традиции Народные Которые мы стремимся Действительно сберечь Пока этот фестиваль Имеет статус Республиканского Но В этом году На фестивале Был и Министр Культуры Борис Владимирович Светлов И не просто Принимал участие А смотрели Сколько стран У нас были участников Но в качестве Гостей И было предложено Рассмотреть вопрос И на сегодняшний день Могу вам сразу сказать Что мы готовим Все правоустанавливающие Документы Для того Чтобы присвоить Статус международного И хочу вам сказать Мы приложим все усилия Чтобы действительно Получить такой статус Спасибо вам огромное Мы бережем наш октябрьский Потому что Это замечательный фестиваль Замечательный Есть у него Старший брат Если так можно сказать В этом семействе Сожский караход Я имею ввиду Он уже Визитная карточка Фактически Замечательный фестиваль Да Более 20 стран Его посещают Чем в этом году Он запомнился Мне кажется Каждый раз Организаторы и участники Стараются чем-то удивить Сделать все Уникально Масштабно По-новому Вы знаете что Если в любое мероприятие А уж тем более В такой масштабный фестиваль Не вносить что-то новое Вот знаете Как сладкий пряник Он один и тот же Он приестся И уже потеряет интерес У людей Но Благодаря тому Что организаторы Каждый новый фестиваль Вносят какую-то новую изюминку Я могу сказать Что Уже само по себе открытие Это было знаете Такое огромное Полотнище Танца Это был Великолепный Потрясающий Красочный Очень красивый праздник И То что касается Именно особенностей Этого фестиваля Ну такие страны как Кодювар Шри-Ланка Индия Вообще принимали участие Впервые Гана Нигерия Вот вы представляете Это я только вот пять Сразу вот По памяти на вскидку Вам называю Впервые вообще Принимали участие Но во-первых То что это Абсолютно Не славянские танцы И кстати говоря Впервые в этом году Была введена Новая номинация Именно вот Культурно-бытового танца Фольклорно-бытового танца То есть Это то Когда Как раз таки Вот эти Когда Знаете Танец там Дождя Там сохранение Там и так далее Вот эти интересные фишки У нашего Вот У наших гостей праздника И у населения Вызвали просто Неподдельный интерес И Самое интересное Что Каждый сантиметр Каждой площадки Был задействован Это были и файер-шоу Которые вот Совершенно потрясающие были Да И конечно Я не могу не сказать По О совершенно Замечательном Празднике Это не просто Украшение Я считаю Что это Бриллиант фестиваля Это Золотая рысь Наш Достаточно статусный Да Наш конкурс Да Бальных танцев Это потрясающе Это немыслимая красота Грация И мы Бережем конечно Вот этот бриллиант Вот этого фестиваля Еще один бриллиант В этой короне Это Зов Полесье Тоже своеобразный Наш бренд Очень Быстро растущий Фестиваль Он С каждым Новым Годом Своего проведения Становится Все более Представительным Все Шире географии Его участников Как вы думаете Будут ли На него приезжать Как приезжают На бразильский Карнавал Или на Октоберфест Германию Со всего мира Или не ставится Такую задачу Может быть Лучше уберечь Этот наш Уголочек Вы знаете что Вот я в этом году Обратила внимание Когда мы готовили Этот фестиваль Это Вот знаете Когда ручку Граммофона Раскручиваешь И он Все быстрее Быстрее И все Ярче Ярче Он больше Становится Вот это Как раз Тот вариант В этом году Во первых Возвращаясь Бирогини Мы столько Стремимся К тому Чтобы присвоить Статус международного Для того Чтобы присвоить Статус международного Нужно Чтобы было Не менее Пяти Стран Дальнего Зарубежья То есть Вообще Зарубежья Вот у нас Была и Россия Украина Естественно Белоруссия У нас Польша была То есть Приезжали поляки И вообще Просто Литва То есть Совершенно Потрясающие Коллективы Которые Принимали Участие И Самое Замечательное Что Интерес Есть Просто Другой вопрос Что Не всегда Чисто какие-то Может быть Мы как Организаторы Упускаем Какие-то моменты Либо Наши Участники Поздно Так скажем Могут Ознакомиться Вот Ну увидели Поздно Мягко скажем Условия Конкурса Говорит Вот мы Поздно Заметили А пока Вот визы Какие-то Такие моменты Рабочие Оформлять Мы Не успеваем К вам Приехать Но Я думаю Что мы Вот эти Все технические Моменты Будем Максимально Убирать Для того Чтобы все-таки Больше Количества Людей У нас Было И еще Один Очень важный Момент Это то Что Опять-таки Чем больше Новых Фишек Мы даем Тем больше Интерес Проявляется Вот к этим Фестивалям В этом году Вот это Немыслимая Просто Вот череда Подворьей Которые у нас Были Да Мы ни одного Раза Не повторились Каждое Подворье Имело свое Направление И мы шли По Полесской Улице Каждая Вот подворье Это была Определенная Улица Со своими Традициями Со своими Обрядами Которые Можно было Полностью Все И как ребенка Крестить И как он Родился И если вы Провожаете Там сына В армию И как Вот Совершенно Классно Вот я вижу Прямо на экране Да И праздник Урожая И те же Дожинки И вот Это все Дает возможность Всем участникам Гостям И нашим Ребятам Нашей молодежи Увидеть Вот этот Совершенно Потрясающий Этнический Пласт Вот эту Платформу Которая Есть И самое главное Ее беречь Именно поэтому В этом году У нас был Детский Специальный Фестиваль Поэтому мы Очень этому Рады Спасибо большое Ирина Викторовна Следующий вопрос Прозвучит от нашего Телезрителя Здравствуйте Мы слушаем вас Алло Здравствуйте Вы уже в эфире Пожалуйста Ваш вопрос Добрый вечер Скажите пожалуйста Какими программами Будет удивлять нас Филармония В свой юбилейный Год 2017 Спасибо Вы знаете Вот это Спасибо вам большое Да Действительно Это очень серьезные Так скажем Учреждения И я очень рада Тому Что Вы знаете Вот эта череда Юбилейных мероприятий Она уже началась В этом году Совершенно Замечательный Юбилей Нашего Эстрадно-симфонического Оркестра И он прошел При абсолютном Аншлаге И я хочу сказать Что Мысль о том Чтобы присвоить Эстрадно-симфоническому Оркестру Имя ее основателя Юрия Василевского Пришла далеко Не случайно И имя было присвоено 2017 год Будет В марте месяце Будут основные Мероприятия Будут проходить В общественно-культурном Центре Непосредственно Именно вот само А вообще Готовятся полностью Новые мероприятия Новые концертные программы Это И эстрадно-симфонического Оркестра И наши Капеллы Под управлением Соколовой Соответственно Все наши Молодежные студии Продюсерский центр Готовятся у каждого И самое главное У нас уже сейчас Готовится календарь Их Специальных выступлений Не только В черте Гомельской области Но и далеко За ее пределами Ну а главное Мероприятие Я хочу сказать Что это будет Именно план В течение всего года И ни в коем случае Не говорит о том Что вот Дай мне Бог памяти 24 марта Будет основное Мероприятие Ни в коем случае Не говорит о том Что В этот день Завершится череда Вот этих юбилейных мероприятий Готовятся специальные выставки И так далее И так далее Так что По сути у нас еще один год культуры Реально Который нам и строит Областная филармония Имеющая Очень преданную армию Своих поклонников Каждый коллектив Да Очень востребованный Очень любим Гомельчанами И не только Да Мы говорили с вами О значимых мероприятиях О больших событиях Есть и Прошедшие с меньшим размахом Но не менее интересные Например Детский конкурс Музыка надежды Я знаю что вы являетесь Его поклонницей Вы знаете что Я не просто Вообще поклонница Скажу вам честно и откровенно Что до вот Вот этой плотной работы Да С культурой Я только Буквально очень таким штрихом Слышала о том Что есть такой конкурс Но никогда не вникала А реально Вот конкурс Который есть в Российской Федерации Синяя птица Так вот здесь Я считаю что мы шагнули Раньше И дальше Есть струнники Есть фортепиано Да Вот непосредственно Духовики Вот в этом году Свершилось Вот Простите меня Но по-моему Настоящее чудо Год когда Музыка надежды Именно для фортепиано И в этом году В этом году Это Я не знаю Это не просто Вот какое-то счастье Для Гомельской области И для наших Вот не только Творческих людей Но и для всех Поклонников культуры Совершенно потрясающий подарок Это счастье Потому что У нас Появился Настоящий Концертный Рояль Именно по гранту Президентскому Который Достался Именно колледжу Имени Соколовского И именно в этот год Непосредственно Конкурс Музыки надежды Для наших Маленьких Музыкантов Именно фортепиано Достаточно именитые Члены жюри Этого конкурса Как они оценили Уровень исполнительского Мастерства Наших Маленьких Музыкантов Я вам хочу сказать Что когда я услышала В исполнении Председателя жюри Именно в исполнении Аловникова Произведение Со сцены И когда В зале Были овации Вот это тоже Дорогого стоит Так вот Жюри тоже было Достаточно высокого уровня И Россия И Украина Была представлена И наша Белоруссия И Молдова И я вам хочу сказать Что жюри Уезжали Просто в немыслимом Восторге И они сказали Что у каждой страны И у фортепиано Вообще у музыки Есть свое будущее Потому что Такие потрясающие Звездочки были Гран-при Уехала в Москву Мы должны его Оставить в себя Конечно Мы будем к этому Стремиться Дети Слушайте внимательно Ирина Викторовна Сейчас предлагаю Посмотреть сюжет О том Чем в различных Районах области Сейчас занимаются Учреждения культуры А вы люди знаете А вы люди знаете Крыста Прославляйте Крыста Прославляйте Эту песню Которой возможно Уже не одно столетие Народный фольклорный Ансамбль Воложки Ельского района Исполняет Вместе с детьми Участники коллектива Образованного В теперь уже далеком 1952 году Сумели не просто Сохранить местную культуру Но и передать ее Последующим поколениям Школьные каникулы Эти ребята Используют в том числе Для выступлений На территории района Наверное Так и рождается Чувство Называемое Связью поколений Когда каждый Считает себя гражданином Одной страны С богатым прошлым И светлым будущим Они живут Может и живут По тем старым обычаям Но мне это Больше нравится Чем то Что творится Сейчас на улицах Здесь люди поют Танцуют Дарят счастье людям Это мне очень сильно нравится Поэтому я Тоже получаю От этого удовольствие И мне кажется Что именно здесь Я нашла Свой настоящий талант К возрождению Культурного наследия В деревне Волавск Подошли комплексно Восстановили даже игры Которыми когда-то Увлекались Прадедушки И прабабушки Забавы Кстати Оказались Ничуть не хуже Современных Подвижные И увлекательные Кроме того Современная молодежь С удовольствием Исполняет Старинные обряды Ходили по селу Собирали Ушили Сами Пять их Люди Показывали Теперь же Некого их Собрать Уже все Уже все Что мы их Собрали Собрали мы Очень много Обрадов Мы Раньше у нас Были такие Обрады И теперь Обрад Калядные Обрады Обрад сороки Луканья Весны Великодные Обрады Мы сделали Сделали Юрьевский Обрад Сделали Покровский Обрад У нас Стало Уже Зажинки Дожинки Праздник Переобразные Все Обрады Даже Мы делали Праздник Уведения Впрочем О современных Возможностях В учреждениях Культуры Тоже не забывают Накануне Нового года В городском Поселке Октябрьский Внедрили новую форму Организации Досуга И открыли При общественно-культурном Центре Молодежное Антикафе Как антипод Классического Кафе с алкоголем В новом заведении Из напитков Только чай и кофе Зато есть возможность Подключиться К бесплатному Интернету Или просто Обсудить с друзьями Что-то интересное Здесь же Установили Рояль Для любителей Музыки Причем Сесть за него Могут даже Те, кто Только недавно Изучил аккорды Для более подвижных Посетителей Плата за вход Символическая Два рубля Дальше действует Принцип Все включено Есть такая молодежь Которая тянется К плохому А мы будем помогать Той молодежи Которая стремится Наоборот К светлому К творчеству Вот Планируем Ради них Тут проводить Интересные конкурсы Мастер-классы То есть Помогать им Творить добро Вы смотрите Диалог Сегодня в программе Принимает участие Начальник главного управления Идеологической работы Культуры И по делам молодежи Гомельского облсполкома Ирина Довгала Ирина Викторовна Почему так важно Приобщать молодежь К сохранению Нашего историко-культурного наследия Действительно ли Молодому поколению Нужно знать Что такое дожинки Что такое зажинки День первой борозды Какие-то народные Обычаи и обряды Важно ли это для того Чтобы вот как сказал Герой сюжета Молодежь не стремилась К плохому Каково ваше мнение На сей счет Дело в том Что У страны нет будущего Если они не умеют Беречь свое прошлое Вот сейчас в сюжете Совершенно потрясающие были Вот я же вижу сразу Каждый как я говорил Вот свой район Вот все они у меня Большие молодцы Я их всех очень люблю Я хочу вам сказать Только одно Совершенно замечательно Было сказано Мы собрали А больше собирать не у кого Потому что люди уходят Те Кто еще был Так скажем Даже не у истоков Там создание Да И обратите внимание Ведь сегодня Вот эти обряды Входят в разряд Нематериального Историко-культурного наследия Да Материально у нас есть Дворцы Усадьбы И так далее То что мы должны Изберечь То что можно Вот как стакан Мы можем потрогать Вот оно здание Со своими фресками И так далее А вот это Нематериальное И вот это Более чем важно Чтобы они понимали А с чем они выходили Ведь люди верили В то что Если проведется Четко и правильно Обряд дожинки Значит будет все Хорошо с урожаем И вот это Абсолютная вера Очень правильно А как это сближало людей Вы посмотрите На вот эти лица А вот эти Совершенно потрясающие Костюмы А каждый орнамент На рушнике И на фартуке Который Каждый стежок Имеет свое значение Семейственности Урожайности Здоровья Счастья Любви Быта Семьи То есть Это все Не просто так И это Более чем важно Если наше Следующее поколение Будет об этом знать Это более чем важно А оно будет Потому что Сегодня такой Всплеск интереса Достаточно серьезный К этой теме Праздник вышиванки У нас почему был Специально сделан В этом году На День независимости Республики Беларусь Да Специальный праздник Вышиванки Насколько нужно Четко понимать Как важно это А вышиванка Вот она С вот этим орнаментом Абсолютно Четко присущим Нашим белорусам Это важно Ирина Викторовна Ирина Викторовна Ирина Викторовна Во-первых Во-первых Хочу вам сразу Сказать Это конечно Год Во-первых Это так На вскидку Сразу Это год Столетия Октябрьской революции Год Столетия Белорусской милиции Естественно Вот то что мы говорили Сейчас и о филармонии Колледж Соколовского И наша первая газета Гомельская правда И так далее По колледжу искусств Хочу вам сказать одно Колледж получил За последние два года Совершенно потрясающе Реально Вот не просто он Вот точно как и наш Рогачев Новое дыхание Новую жизнь Очень долгий период времени Ну поддерживался Да Какой-то Ремонт и так далее Но сегодня Это совершенно потрясающий зал Зал Со световым Звуковым оборудованием Одежды Сцены И так далее И так далее Для Во-первых Костюмы им уже Практически готовы Специально для колледжа готов А еще сюрприз Который готовится Я вам его не озвучу Потому что тогда Не будет сюрпризов Праздник Но говорю сразу Что вот сейчас Это буквально Вот такой новогодний подарок И это конкретно Наш губернатор Для коллективов Колледжа Ими Соколовского Это новые костюмы И это действительно Будет лицо Когда со сцены Ты видишь Профессиональное Великолепное Красивое Одетое Наши коллективы А еще те сюрпризы Которые будут Еще раз говорю Не буду умышленно Озвучивать Потому что Тогда не будет сюрприза Узнаем свое время Да Ирина Викторовна Прозвучала такая фраза В обращении нашей телезрительницы Гомелю есть чем гордиться Действительно Но Что делается для того Чтобы было чем гордиться Каждому региону Будь то Гомель Будь то Мозырь Калинковичи Поселок Октябрьский Ну вот Совершенно замечательно Потому что вообще Реально Гомельщина Просто полна Вот это знаете Такая совершенно Потрясающая палитра Не просто фестивалей Или каких-то просто мероприятий Потому что У нас допустим Кроме Октябрьского То что мы говорили О Берогине Мозырь Это совершенно потрясающий Международный фестиваль Земля под белыми крылами Это молодежь Это вот эти звездочки Которые вот Эстрадников Которых мы находим Да Совершенно потрясающих Калинковичи Но аналогов такого фестиваля А это республиканский статус Нет абсолютно больше нигде Если вы хотите Абсолютно окунуться В совершенно потрясающий мир Колосков Да Как называют Мужчин Это фестиваль непосредственно В Калинковичем Ваутюках Я сегодня не могу Никак не отметить Опять-таки Аналогов нет Это играй гармоник В Ельске Когда я вижу Вот эти гармошки Она может уже не работает Но она есть И там вот эти меха И вот эти кнопочки И эти клавиши Которые Видели Пальчики игроков Вот Гармонистов Да Еще прошлого века И вот это все бережется Вот это самое главное И у каждого региона Есть своя земника Мы стремимся к этому И это очень важно Поэтому Вот эти все Интересные Так скажем Моменты Хочу вот сразу сказать О том Что каждый регион Даже то Что вот Даже не озвучивается Но он проходит Таким местечковым Так скажем Вот характером То они совершенно Замечательно Все равно Знают о них Местные жители Поэтому Фестивальное движение Это очень важно И их нужно сохранять И конечно береть Ирина Викторовна Вы хорошо знаете И нашу братью Журналистку А мы очень любим победы Мы очень любим Говорить о первых местах О лидерстве Был ли этот год Ведь наверняка был Отмечен какими-то Знаковыми достижениями Можно вот к вашей братье Я вернусь к Рогачеву Я хочу просто Низкий поклон Всем региональным Средствам массовой информации И телекомпании Гомель В том числе Спасибо Просто абсолютно Сказать огромное спасибо Потому что Отмечено было Буквально всеми Так как были представлены Средства массовой информации В Рогачеве На дни письменности Аналогов не было Никогда Это была совершенно Потрясающая палитра Вообще соединение Очень классных Профессиональных Подходов Так как мы берегли Прошлое И как мы с квестами Входим И идем в ногу С сегодняшним днем Победы были потрясающие У нас средства массовой информации Отмечены И золотыми литерами Я не буду кого-то Конкретно Отмечать И гран-при В конкурсах СМИ Поэтому Низкий вам поклон И вы умеете заметить то Что не видят Просто простой взгляд обывателя Спасибо вам за это Спасибо огромное вам Но Что касается наших Исполнителей И творческих коллективов То какие достижения Вы считаете Самыми важными Для этого года Ну во-первых У нас ездила Наша цирковая студия Арена На международный конкурс В Монте-Карло И они кстати Получили снова приглашение И они привезли оттуда Гран-при Международного циркового конкурса У нас Выезжали наши коллективы Колледжа искусства Министоколовского Опять-таки В Российскую Федерацию И тоже привезли награды Выезжал наш Наши коллективы Выезжали опять-таки Филармонии И тоже привезли награды Наши звездочки Выезжали на различные Республиканские коллективы И возвращались Либо лауреатами Либо призерами Поэтому Творческий потенциал Просто потрясающий Ирина Викторовна Расскажите пожалуйста В эти новогодние Рождественские праздники Что бы вы Порекомендовали Посетить Расскажу очень быстро Впервые Впервые Мы очень долго Над этим работали Но мы это сделали Рекомендую всем Уважаемые телезрители Говорю вам всем Заходите пожалуйста На сайт Гомельского обл.исполкома У нас висит сразу баннер Ссылка Календарь событий 2017 И там в календарном плане Прямо январь Вы кликаете январь И попадаете В календарь событий Января А он начинается с чего? С новогодних Рождественских праздников Там будут Практически все регионы И висят сразу ссылки Потому что Начиная от новогодней ночи Где на площади имени Ленина Будут ждать Не только красивые фигуры Которые сегодня есть Совершенно потрясающие Но и Непосредственно Замечательные концертные программы И так по каждому региону Вы будете видеть Ждут театральные коллективы Ждут концертные площадки Соответственно С детьми Цирк Поэтому Мероприятие море А еще Вас ждут резиденции Деда Мороза Приезжайте Вы почувствуете себя детьми Уважаемые взрослые И ваши дети Получат удовольствие Ирина Викторовна Что бы еще Вы хотели пожелать Нашим телезрителям В преддверии Нового года Вы знаете Боюсь Быть банальной Но мне так хочется пожелать Людям Мира 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 Когда Ты просыпаешься И ничего нигде не грохочет Ничего нигде не рвется Где из новостей Мы не слышим Как сводки О том Что где-то что-то взорвалось Что где-то кто-то погиб Пусть будет просто мир Мирное небо И мир в наших душах Мира нашей душе Когда Душа поет И тебе хочется творить И тогда будет Вот как сказал наш Вот зритель Да Что это будет Не день культуры Не год культуры А жизнь культуры Поэтому очень хочется Пожелать вот этого тепла Ну и конечно здоровья Всем нашим телезрителям Потому что без здоровья Ничего не хочется Поэтому Любви Мира Здоровья Тепла И конечно же Исполнения желаний Верите в чудо И оно обязательно случится Спасибо огромное Ирина Викторовна За сегодняшний такой яркий Предновогодний диалог Спасибо вам Начальник главного управления Идеологической работы Культуры И по делам молодежи Гомельского облсполкома Ирина Довгала Была сегодня у нас в гостях Спасибо вам за внимание И до встречи В новом году Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова